С этого года на всех спортивных мероприятиях действует закон о болельщиках. Постановление правительства должно свести к минимуму неприятные инциденты на трибунах. Какие ограничения ждут фанатов и насколько ужесточили меры наказания? Об этом в следующем сюжете. Так называемый закон о болельщиках является дополнением к федеральному закону от 23 июня 2013 года об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. К правилам никакого алкоголя, наркотиков и оружия добавили еще ряд запретов и ограничений. Контроль над баннерами и флагами усилится. Теперь все иностранные надписи на транспарантах должны иметь перевод на русский. Организаторы соревнований будут заранее проверять нотариально заверенный перевод текста. Скрывать лица и бросаться различными предметами также запрещается. Все это, по словам разработчиков закона, делается ради безопасности самих же болельщиков. К примеру, те же фаеры в руках разгоряченных фанатов нередко приводят к пожарам. Под запрет попали и некоторые музыкальные инструменты. Исключение горные дудки, но только в секторах активной поддержки. Представители официальных фан-клубов уже провели беседу с участниками движений. И такие меры, на их взгляд, оправданы. Закон о болельщиков он уже назорвал давно. А то, что касается наших болельщиков, как он повлияет. Наши болельщики никогда не участвовали в фаер-шоу или каких-то оскорблительных плакатов. Оскорбляли соперника, футболистов и так далее. В принципе, наши болельщики Анжи никогда и не любили делать, например, болеть против команды. Наши болельщики всегда болеют за команду, за Анжи. Но с этим согласны не все. Футбольные фанаты уже высказали свое мнение в интернете. Положительных комментариев мало. Большинство считают, что эти запреты ущемляют права болельщиков. Это закон является слишком жестким для болельщиков. Фанаты должны жить своей жизнью. Правительство не должно их стеснять. И это очень жесткий закон, по моему мнению. Так или иначе, за нарушение этих правил предусмотрены штрафы и наказания в виде общественных работ. К тому же создадут черный список. Если в него попасть, то о матчах можно забыть на срок до 7 лет. Если болельщик из списка все же проберется на стадион, его оштрафуют на 25 тысяч рублей. Или посадят на 15 суток. Написать Чемхалова, Руслан Гаджиев, Рамазан Амаров. Время новостей.